Как жизнь, ребята? С вами Бенни. Приятно видеть, когда люди пожинают то, что посеяли. О боже, что это? Это последствия моих же решений. Когда CNN лжёт вам про Джорджа Флойда, когда лжёт вам про Россию, лжёт вам про Кайла Риттенхауса, а также лжёт вам про выборы 2016 и 2020 года. Когда работа CNN — это ложь и продвижение повестки, то вы начинаете терять к ним доверие. И, конечно, мы видим это по статистике. Вот, гляньте, в США рекордно низкое доверие с 2016 года. 32% американцев доверяют или полностью доверяют СМИ. Рекордные 39% не доверяют совсем. Так что СМИ доверяют меньше людей, чем не доверяют. Плюс ещё те, кто не совсем доверяют. И если их сложить вместе, то 70% людей не доверяют средствам массовой информации. Обмани меня раз, обмани меня два, обмани меня три раза. После третьего раза мы все просто перестанем смотреть. Именно это и происходит. Молодёжь настолько же доверяет соцсетям, насколько и официальным СМИ. Намасте. Большое спасибо. И приятно осознавать, что это происходит не только здесь, в Соединённых Штатах. На Ближнем Востоке мы можем увидеть, как палестинцы на арабской территории в прямом эфире абсолютно уничтожают. Рвут как тузик тряпку. CNN за их предвзятость и дезинформацию. Приятно видеть, что это не только у нас, но и по всему миру. Вот, посмотрите. Вот где всё это и произошло. Так что... Вы поддерживаете геноцид! Вам здесь не рады! Нахуй CNN! Нахуй CNN! Как вы можете видеть, люди очень взволнованы. Им не нравится то, что эту историю освещает CNN. Но это... всё в порядке. Но вы видите. Ах, мужик такой, вы обманщики, нахуй CNN! Да. Он сказал, что CNN соучаствует в геноциде. И он такой не один. Существует много роликов, где можно увидеть, как буквально в прямом эфире, в прямом эфире люди оскорбляют CNN. И это прекрасно. Вот, гляньте. А где ваше порицание происходящего? Почему ваш канал молчит об этом? Расскажите об этом всем! Скажите правду! Я понимаю, что вы всего лишь работники, марионетки. Придите и по-человечески поговорите со мной. Итак, это... Это Клариса Ворд, CNN. Она их знаменитый военный корреспондент. Она всегда там, где война и сражения. И я в первый раз вижу, как у нее с кем-то конфликт. С кем-то, согласно твиту, по-моему, египетского... С кем-то из Египта. И вот у нее конфликт. Я понимаю, что у вас своя внешняя политика. Я понимаю вас. Я вас понимаю. Но поймите и меня. Я понимаю, что у вас внешняя политика. Я понимаю, что вы выступаете от имени своего государства. Что вы представляете свое государство. Это все понятно. Но вы, страна, говорящая про свободу слова и ваша так называемая демократия, привела к появлению Хамаса. И теперь мы видим результат вашего молчания и дезинформации. Оккупацию. Ну, в точку. Ролик на этом заканчивается. Но видно, как... Кларисия Ворд, CNN высказали все прямо в лицо. И, похоже, все эти люди до этого уже смотрели CNN. Особенно вот эти. Похоже, они уже до этого смотрели CNN и понимали, кто CNN такие. Вы поддерживаете геноцид! Вам здесь не рады! Нахуй CNN! Нахуй CNN! Я просто... Как вы можете видеть... Вам ничего это не напоминает? Мне вспоминается вот этот момент из CNN. Множество мест киноши Висконсин в эту ночь охвачены огнем. Огонь горит, но протесты мирные. Жекобу Блейку полицейские семь раз выстрелили в спину. И то, что вы видите сейчас, эти картины разительно отличаются от того, что мы видели днем и вечером в киноше, где происходили в основном мирные демонстрации. Заткнись! Мне аж... Они такие... В основном мирные. Это все так контрастирует с мирными протестами. Позади тебя город в огне, дружище. Кайл Риттенхаус вскоре будет сражаться за свою жизнь. Сражаться с реально отпетыми уголовниками. Уголовниками, которых поддержала CNN. И я, конечно же, не говорю, что Кеноша, Висконсин. И западный берег Газа или Ромала, место, где был снят этот ролик. Я не говорю, что это одно и то же. Я говорю про то, что CNN просто физически не может говорить правду. Вот, посмотрите, все прямо на экране. Прочитайте новостную плашку. Горит огонь, но в основном мирные. Кто-то ведь это написал, и кто-то разрешил вывести это на экран. В то время, как на заднем плане горит город, люди теряют свои жизни, CNN продвигает свою повестку. В тот раз это были жизни американцев, но кому не наплевать, CNN наплевать. Я бы даже сказал, что наплевать именно CNN. И поэтому приятно, что фактически по всему миру все говорят об этом CNN прямо в лицо. Это великолепно. Даже израильским военным CNN не особо нравится. Мы вам ранее уже показывали этот ролик, где израильский танк специально обдает пылью репортера CNN. Прямо сейчас на экране Аарон Бурнет из CNN в Израиле, которая стоит прямо рядом с границей между Газой и Египтом. Аарон, расскажите нам, где вы и что вы видите? Да, Джон, сейчас я объясню вам, что вы видите на экране. Мы находимся на месте дислоцирования танкового батальона, который в субботу утром выдвинулся на границу с Газой, сразу после атаки Хамаса. Некоторые из этих танков прямо сейчас проезжают мимо. Меня, возможно, сейчас накроют. Оставайтесь с нами, может быть очень шумно. Ты же понимаешь, что можно было просто отойти. Такая показуха. Джон, Кейт... Можно же просто отойти. Тут ничего не видно. Я не знаю, сколько это будет продолжаться. Мы видим перед собой танковый батальон. А теперь она отходит. Один уже проехал, и приближается ещё один. Сейчас происходит передислокация и подготовка к отправке. И сегодня на границе мы видим гораздо большую степень готовности, чем за последние несколько дней. От этого я постараюсь отойти немного подальше. Ладно. Это даёт нам некое представление об обстановке на Земле. Джон, Кейт, мы в нескольких милях от границы с Газой. Мы посмотрели на уровень готовности по всей длине этой границы. Вы можете видеть это прямо сейчас. Мы также примерно в 10 милях от границы с Египтом. Так что мы прошлись по всей границе с Газой и убедились в боеготовности. Сегодня, например, были как представители армии, как вы могли видеть на примере этого танкового батальона, так и резервисты, которые готовятся выдвинуться. И я скажу, что даже на КПП высокая степень боеготовности. Ты же могла просто отойти с дороги. Но не отошла, потому что вы фейк-ньюс. И мы говорим вам прямо в лицо. Вы фейк-ньюс. Вы лгали по поводу Риттенхауса. Вы лгали по поводу выборов 16-го. Вы лгали по поводу России. Вы лгали про Мюллера. Вы лгали про импичмент Трампа. Вы давали яркие заголовки. Вы вводили в заблуждение и искажали реальность. Все во имя вашей повесточки. И все потому, что вы маленькие, послушные миньоны и орки в вашей повестке. Вы не журналисты, и вы не репортеры. Вас нет ни грамма искренности, реальности или связи с реальностью. Вы просто делаете то, что ваш хозяин вам приказывает. Вы марионетки. Позор вам. И я рад, что на вас накричали. Я рад, что вам высказали. Потому что, если на чистоту... Времена изменились. Именно поэтому наша власть так отчаянно хочет цензурировать Икс и Илона Маска и нас. Так как они понимают, что внутри открытого и свободного интернета люди смогут найти правду. Что они смогут пробиться сквозь эту гигантскую стену лжи, защищающую их. Которую CNN возводит с таким воодушевлением и старательностью. И это пугает их до чертиков. Так что я рад, что CNN получили по заслугам. С вами был Бенни. Помогите нам. Поддержите настоящие новости. Честные новости. Независимые новости. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!